Чи какимось там показовым споживанием, а целиком конкретной допомогой воинам. Дякую за информацию, брате. Працюем удалять. Не обвинять друг друга ни в каких бедах, потому что на самом деле виноват только Путин и наш госаппарат во всем происходящем. И неоднократно призывал Зеленского, чтобы он в своих вечерних видеоблогах, а это именно называется видеоблоги, это не обращение к нации, это никакого авторитета и силы в себе уже давно не несет. Я просил его тоже к людям обратиться, выступить, сказать, чтобы прекратили между собой ссориться. Вместо этого пару дней назад я сейчас поставлю вам момент, что говорит Зеленский, обращаясь к народу Украины. Они в других направлениях, они бьются за ради Украины, они отдают жизнь за ради Украины. Свободу и независимость добивает не кто-то там, там, на фронте. Это общая народная справа, все, кто воюет и працет за ради победы. Все на войне, Украина в войне. И кто не бьется на передовій, то и мает помогать бить. И не в барах, не в клубах, не пригонами на улицах, или каким-то там показовым споживанием, а целиком конкретною допомогою воинам. Это что-найменше весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны быть там, бояк, за ради государства. За ради Украины это главный принцип. За ради любого другого, или за ради себя, это будет потом, когда победим. А сейчас оборона, сейчас война. По-моему, как-то, как говорил классик текст, по-дебильному написан. Что такое показовое споживание? Мне просто интересно. Давайте по порядку. Я, честно вам скажу, не знаю ни одного человека, который бы проявлял намеренно неуважение к военным, или не ценил то, что военные сейчас делают для всех нас, для Украины. Ну, может, есть какие-то отдельные? Конечно, есть дебилы, которые позволяют себе это. Я таких не знаю, я таких не видел. Допускаю, что они есть. Уверен, это не носит ни в одном регионе Украины массовый характер. Теперь по фактам. Есть закон, запрещающий работу ресторанов. Есть закон, запрещающий использовать вообще рестораны, сидеть в ресторанах или пить кофе в кафе. Такого нет. Есть закон, запрещающий улыбаться во время войны. Нет. Есть закон, который запрещает слушать музыку во время войны. Нет. В чем виноваты граждане Украины? Если что-то незаконно, это один разговор. Если это законно, люди это делают, это другой разговор. Что хочет Зеленский или те, кто надавили на него, я сейчас объясню, что я имею в виду, чтобы он записал это видео, чтобы вся страна ходила на антидепрессантах, плакала или какая задача. Я еще раз говорю, одно дело проявлять неуважение напрямую или скрыто к военным. Я только что объяснил. И совсем другое, пытаться жить нормально, несмотря на то, что полтора года идет страшная война. Пытаться жить нормально вряд ли сейчас кто-то, кроме чиновников и самого Зеленского, живут нормально. Я повторяю, если что-то неправильно, запретите на законодательном уровне. Посмотрите, какая будет реакция людей. Также я хочу напомнить и военным, которые это поддерживают. Рестораны и все остальные места платят налоги. Рестораны и все остальные места создают рабочие места. В Украине сейчас проживает около 29 миллионов человек. Повторяю, один миллион в ЗСУ, несколько сотен тысяч из этих людей, я уже рассказывал, реально находятся под пулями. Еще есть 28 миллионов людей. Даже если отбросить детей и пенсионеров, остальным людям хотя бы как-то, как-то, поверьте, это не очень счастливая жизнь, нужно пытаться жизнь. И эта жизнь, несмотря ни на что, принадлежит только этим людям, не государству. Эти люди ни в чем не виноваты. А кто виноват? Виноват Путин, виноват Зеленский, виноват весь госаппарат украинский, весь госаппарат чиновников. А теперь вопрос к Зеленскому. Кому вы обращаетесь? Кому вы это рассказываете? Это эти люди, которые где-то позволили улыбнуться или послушать музыку, или кофе выпить в кафе, это эти люди виноваты в той коррупции, которая сейчас происходит в Украине? Это эти люди торгуют оружием по завышенным ценам? Нет, это Пашинскому вы 350 миллионов долларов заплатили. Это Резников погряз в коррупции. Это Гетьманцев и Марченко, смотрите мои видео, кто не видел, разрушают экономику Украины изнутри. Вы их назначили, вы их покрываете. Это все сделали русские и ваш госаппарат. Народ Украины к этому не имеет никакого отношения. А вот что делает народ Украины? Он сражается на фронте, он донатит, и он как может живет. Кто-то в Украине, этим людям вообще надо ставить памятник, кто-то за границей. Вот что делает народ Украины. Вы сейчас выходите и стравливаете людей между собой, подыгрывая нарративам всяких идиотов, вместо того, чтобы этих людей мирить. Более того, из офиса президента платятся деньги и дается указание всяким медиапритонам и медиапомойкам дальше ссорить между собой людей. Это делает Исландия ТВ и некоторые другие. Вот что делает офис президента лично Зеленский. Теперь я уверен, что побудило Зеленский вообще это видео записать. Но давайте еще шаг назад. Почему он поперся по этим бригадам? И вот эти показушные видео, где он начали сниматься, где Белецкий показывает указку. Я в каком-то из видео показывал на карте всякие военные дела, тактика, стратегия, кто куда наступает. Вы же понимаете, как это происходит. Это ставится свет профессиональный, ставятся камеры. Зеленский там при чем? Свермаком. Скажите, пожалуйста. Это заложного дела. И военных командиров. Зеленский к этому не имеет никакого отношения. Но почему он это делает? Потому что начались массовые в ТикТоке. Напряжение началось массовое. Военные недовольны руководством. И молодцы, что они начинают разбираться. Они недовольны тем, как управляется государство. Очень много угроз начала звучать в ТикТоке. Они испугались. Они испугались. И Зеленский решил поехать, погасить на градус напряжения. Показать, что пацаны, я же свой. Пацаны, я же тоже в тактической одежде. Я же свой. Но я хочу объяснить, что именно Зеленский привел всех тех людей, которые сейчас изнутри разрушают Украину. И они это делают даже покруче, наверное, Путина. Просто пока не таких жертв, которые есть от Путина. Напрямую они никого, почти никого не убивают. Но страна разрушается. Все те проблемы, которые озвучивает Зеленский, происходят только благодаря тем, кого он привел и кого он покрывает. И если бы Зеленский был в адеквате и компетентен, то если ты уже ошибся, то ты должен был менять людей. А самое главное, менять систему. Привести людей, которые сломают систему. Вместо этого он просто делает вид, что этого не происходит. Или показательно кого-то увольняет и не скрывает проблему, не пытается ее решить. И просто ставит одну фамилию вместо второй. Такого же перца А поменяет на такого же перца Б. Но мы сейчас пойдем с вами еще дальше. Вот эти видео, на которых красуется Зеленский и Ермак вместе с военными. Великие стратеги. Есть же шкум Ермака и друг Зеленского, Коля Тищенко. Посмотрите, что этот чудак творит в то время, когда Зеленский смеет записывать вот такие вот видеообращения. 50 топов, так званных арбитражников и офисов, то есть людей, которые отвечают за трафик. Вот парад Мерседесов я вам покажу. Там это молодые люди, охранники, вот их охрана безусловно. Охрана, как всегда, посмехается. За личность, пожалуйста, дайте, пожалуйста, вас это посвящение. Молодой человек, ну, добрый, не чует. Это он кошмарит арбитражников под видом колл-центров. Значит, смотрите. Арбитраж трафика это легальная деятельность, абсолютно законная. Более того, этой деятельностью занимаются в основном, даже если это серые методы, очень талантливые молодые пацаны. Просто Коля Тищенко, прикрываясь именем президента и под крышей Ермака, пришел и решил их обилетить. Вот что делает сейчас господин Тищенко. А теперь смотрите дальше. Ну что, с моим братом Джокером працюймо. Дякую за информацию. Дякую за информацию, брате. Працюймо далее. А вот это он уже борется с колл-центрами. И президента это не волнует. У президента претензии к народу. У некоторых военных, видимо, претензии к народу. Я думаю, претензии вот сюда, по адресу. Працюймо далее. А сейчас я покажу вам следующее видео из такой же клоунады. И внимательно прошу вас обратить внимание на футболку, в которой ходит по этим делам Коля Тищенко. Витаю, Украину, витаю, украинцы. За моей спиной находится одна из самых больших бота-ферм и одна из самых больших пунктов, так называемых колл-центров в городе Киеве, которая, на жаль, находится снова в Подольском районе города Киеве. На жаль, ничего из нашей работы ТСК «Нацресурс» та спільно с работой ТСК щодо незаконных колл-центров не сделано. Тобто люди працюють, только и уявить себе, тут працювали, все эти люди зараз темчасово затриманы, понад 400 человек. Понад 400 человек. Он попытался зарабатывать на вырубке леса. Там что-то, ну, чуть-чуть получилось, наверное, но уже не так интересно. Он переключился на колл-центры. В футболке, где Зеленский в образе Че Гевары. Но я как-то делал стрим, Че Гевара уже не тот. Че Гевара таки уже не тот. Но для устрашающих этих моментов он это делает. В моих глазах он дискредитирует и подставляет президента. Хочу посмотреть, как на это реагируют западные страны, особенно западные спецслужбы, которые 100% все это видят и все это знают. А потом Ермак выходит и рассказывает на интервью, что Байден в шоке, какие реформы Украина приводит во время войны. Что говорил президент Байден? Он говорил, что он вражен теми реформами, тою боротьбой с олигархами, с коррупцией, которую ведет президент Зеленский и команда. И Виктория Нуланд рассказывает, что Украина просто дуреет от реформ. Просто все трескается, какие мощные реформы делают Ермак и Зеленский во время войны. Да они там походу уже все замазаны просто-напросто. Но я хочу вернуться к Тищенко. Колл-центры это группа людей, которые садятся и по базам данных прозванивают. Говорят, что только русским, на самом деле и украинцев тоже обманывают. По карточкам, вот эти все махинации, типа, а скажите ваш пин-код, скажите ваш номер карты, и снимаются деньги с карты. Но я примитивно рассказываю, там схемы гораздо изощреннее сейчас. Это просто для понимания людей, которые не в теме. И во время войны группа народных депутатов, это делает не только Тищенко. Там есть Дмитрук, такой бородатый, который с Медведчуком был связан, которого тоже Зеленского люди привели. Там есть Куницкий, насколько я знаю, воины, света, воины, добра. И вот Коля Тищенко. Это тот Коля Тищенко, который, по моей информации, когда я, например, и вы, друзья, сидели под ракетами в первые дни войны, и, наверное, ваши окна, так как и мои, дрожали, и все остальное, и вы пытались только одно сделать, обеспечить безопасность своей семьи. Коля Тищенко и его друзей, и многих слуг народа, пятки сверкали, когда они уже убегали в Закарпатье, на Закарпатье. Вот что делал Коля Тищенко. А теперь, когда Зеленский предъявляет людям претензии, народу Украины, который эту страну спас, и которому помогают США и Европа. США и Европа не помогают ни Зеленскому, ни его своре, ни его банде. США и Европа помогают нам, народу Украины, чтобы наша страна выжила. А вот дружки Зеленского юзают Украину. А он, конечно, честный, как там говорят, царь хороший, бояре плохие. Но некоторые по-прежнему убеждены, что Зеленский хороший, просто он не все успевает, просто много что себя, просто, ну просто, вот что-то просто все время мешает плохому танцору. А на самом деле страной рулит Ермак, и вот такие кумовья, как Коля Тищенко. И поверьте, выйти сухим из воды, и все у него в жизни будет прекрасно. Богаче в сто раз выйдет после депутатства. В сто раз, Ермак в тысячу раз. А мы все с вами стали беднее. Дай бог, чтобы никто из вас и ваших родственников не пострадал, или имущество не потерял. Хотя среди моих подписчиков много таких людей. Вот где проблема. И ребята, военные, я к вам обращаюсь. Спасибо за то, что вы делаете, но нам нужно разбираться чуть глубже. Многие разбираются, я обращаюсь к тем, кто заряжает Зеленского на вот такие вот видео. Ну Зеленский испугался, я понимаю, он испугался военных. Чтобы не получилось, как у Путина с Пригожиной. Но обратите внимание на таких красавцев. Я понимаю, что они после войны будут пытаться вас купить, устроить свои службы безопасности. Но тут уже вопрос тогда, за что идет война. Нам нужна новая Украина. Свободна от этой всей швали, мрази. И жить в совсем другой системе координат. Так как живут те страны, где сейчас граждане планируют свою жизнь на 50 лет вперед. Живут с улыбкой на лице. И радуются жизни. В отличие от нас, украинцев. Независимо от местонахождения. Но я рад, что Коля в Киеве хорошо себя чувствует. А я нахожусь в политической эмиграции. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк, колокольчик. Покажите видео друзьям. Сделайте репост. Пишите комментарии. Это все очень важно для нашего с вами общего дела. И для Украины. Пока. Працюймо. Дякую за информацию.